В Ульяновске прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Волжская ракада». Посвятили её строительству оборонительных рубежей и транспортных узлов по Волжье. Историки, краеведы и архивисты Ульяновска и соседних регионов обсуждали события тех лет, выступали с докладами. Тема этого мероприятия очень актуальна и играет важную роль в сохранении истории. В памяти подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Возведение оборонительных рубежей является самым массовым строительными работами за всю историю нашей страны. Около 150 тысяч жителей Ульяновской области на протяжении трёх месяцев ручным трудом создали глубоко эшелонированную линию обороны. Кроме этого, ульяновцы обеспечивали фронт патронами, одеждой и многим другим. Руками ульяновцы была пошита каждая четвёртая красноармейская шинель. Изготовлен каждый третий погонный метр шинельного сукна. Произведены почти все боеприпасы к крупнокалиберному стрелковому оружию. Именно сегодня становится важным не только сохранение изучения нашей истории, заключённой в архивных документах, но и для ствочения общества воспитания подрастающего поколения преодоления современных геополитических вызовов. Также на конференции заключили соглашение о сотрудничестве между архивами. До недавнего времени часть архивных документов, относящихся к территориям Чувашской республики, была труднодоступна для историков и архивистов. Это связано с тем, что ранее часть чувашских земель находились в составе Симбирской губернии. Поэтому, согласно системе хранения, документы находятся в Государственном архиве Ульяновской области. Подписанное сегодня соглашение между двумя архивами, упомянутым уже архивом новейшей истории и Государственным историческим архивом Чувашской республики, в первую очередь предусматривает сотрудничество в сфере изучения и продвижения историко-документального наследия. Поэтому самым первым и ближайшим шагом нашего проекта будет создание единой базы оцифрованных документов. Конференция прошла при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На нее приехали историки из Чувашии, Мариэл, Башкортостана, Самарской и Свердловской областей, а также Пермского края.